Ноль, минус, год люди не получали заработную плату. Полмиллиарда долларов на рейс Кинкель был в убытках. Мы за него заплатили деньги, но мы заплатили за то, чтобы иметь возможность спасти наших людей, которые в этот момент не имели лекарств, не получали заработных плат, у них не было возможности ходить в детские сады, там не было света. Это наше поколение сделало. Мы в этот момент работали по 15-20 часов в день. Вот оттуда у меня деньги. Но начал я работать в институте, я разгружал вагоны, потому что у меня не было денег. Но не в институте вы разгружали вагоны. В институте тоже. После лекции мы разгружали вагоны, в том числе собственностью институтской. После института или до института я разгружал вагоны. Потом я занимался малым бизнесом. Затем я создавал банки с нуля. Это я все сделал вместе со своей командой сам. Мне никто не помогал, у меня не было богатых родителей. Вот откуда у меня деньги. Так интересно это. Михаил Геннадьевич, я просто могу представить звание народного сказочника. Мы с вами вместе. Мы с вами не разгружали вагоны, это я точно скажу. Извините. Нет, я понимаю. Может быть стояли бы здесь сейчас. Нет, 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 спасибо. У меня есть принципы. Я государственный не беру. Чужое нельзя. Я государственный не брал. Это была брошенная собственность. Кем? Собственность. Кем? Вот. А вот Ермольник сейчас Мерседес бросил у входа в студию. Это же не брошенная собственность Ермольника? Я на нее не претендую. Слава Богу. Это так было в Советском Союзе. Что вы мне рассказываете? Почему вы ничего не читаете? Я все читаю. Получили. Просто я не ходил в цыковские буфеты, как вы. А я стоял с талонами за питание, в очереди, за продовольствием. Поэтому вашу экономику я прекрасно помню. Замечательная экономика. Не дай бог так жить. Как раз до откровения его, по-моему, тот же Ходорковский, который говорит, что мы рассматривали Россию в начале 90-х годов как поле для охоты. Вот поразительное признание. И на это поле вышли более-менее успешливые мародеры. Мне жалко вашу молодежь. Я обязательно ее уведу за собой. Дайте время. Господин Прохоров, никого не уведет. Уведу. Никого не уведу. Однозначно уведу. Уверяю вас. Я, Андреевич, мы как только побежим с вами, посмотрим, кто хорошо обидует. Не хочу никого обидеть, но за 20 лет у Зюганова партию не увели, а у вас за 3 месяца с потрохами пернули. Потому что Геннадий Андреевич сотрудник администрации президента. Один из самых лучших. Поэтому, как сказано, не ходите в дома нечестивых. Не надо было ходить в администрацию и получать у них партию. Я не получал партию. А кто же ее принес? Я сам ее забрал. Но, к сожалению... Извините, но лежала она где? И тут же бросила. Лежала там, где уже не лежит. Правильно. Значит, не надо было ходить в администрацию и забирать. Присаживайтесь.